Сегодня дед 21 века ведет аккаунт категории 18+, читает стихи от классики до фольклора, от которого тургеневские девушки стыдливо краснеют. Толик 174 мечтает набрать 100 подписчиков, пока их только 11, и получить автограф Ольги Бузовой. Иногда вспоминает свою бездомную жизнь и то, как из нее выбрался. Полтора года назад бродягу на время приютила волонтер Валентина Гулицына. Она так прикипела к дедушке, что решила не оформлять его в дом престарелых. За время, проведенное в новой семье, Анатолий Лещенко не только вернулся к мирной жизни, но и изучил тренды современности. Блогером решил стать под впечатлением от «Дома-2». Так получилось, я тоже хочу быть блогером, мы заведем тебе страницу в Инстаграм, будешь блогером. Так и получилось, что мы пару видео сняли, будем продолжать снимать. Сейчас у пенсионера есть чистая одежда, сотовые телефоны, крыша над головой. Дети Валентины называют его дедушкой, а он с содроганием вспоминает, как спал на теплотрассе в 30-градусный мороз. Впрочем, волонтер не только организует бывшему бродяге досуг в Инстаграме, но и пытается восстановить его документы, которые сгорели на пожаре в частном доме. Инна Левошина, Александра Мыльникова, Урал-1.